Сегодняшняя тема В детстве Юлю воспитывали в строгости. Она считает, что это закалило ее характер и сделало сильной. И эта сила ей, действительно, очень пригодилась ей в жизни. Сейчас Юле 36, и у нее трое чудесных детей, 16-летняя Лиля, 13-летний Пашка и младший, 3-летний Илюша. Вообще, я очень боялась рожать третьего, вспоминает Юля, но муж так хотел, чтобы у нас был Илюша, и потом так хорошо о нас всех заботился. Рома был строителем, мастером своего дела, не пил, не курил, все делал для семьи, для детей. Они с женой жили в любви и согласии. Но в 2018 году Рома вдруг заболел. Год Юля практически жила в больнице, ухаживая за мужем. Ему тем временем ставили один диагноз за другим, каждый, тяжелейший. И каждый, неправильный. Сначала у Ромы якобы обнаружился гепатит, потом ВИЧ, затем туберкулез, потом менингит. Рому лечили, но диагноз потом отменяли, тогда его снова лечили, уже от другой болезни, но вскоре не подтверждалась и она. И так по кругу, одна клиника сменяла другую, пока в феврале 2019 года Рома не умер. И только вскрытие показало, что у него была лимфома, которую никто почему-то так и не смог диагностировать. Роме тогда было всего 45 лет. Он умер ровно за день до того, как его старшей дочке Лили, Карасику, как звал ее папа, исполнилось 14. После похорон я перестала плакать, все держала в себе, говорит Юлия. Я же сильная, меня так воспитывали. В итоге своей силой я давила все переживания, лишь бы дети не видели, как мне плохо. А потом я ушла с головой в работу. Юлия, швея, она создает чудесные конверты на выписку для новорожденных, постельное белье, наборы для крещения младенцев и огромное множество невероятно красивых вещей. У меня вся квартира была завалена готовыми розовыми и голубыми конвертами, я не могла остановиться, шила и шила, как робот. Подруги и знакомые, как, увы, это порой бывает в подобных историях, лишь подтверждали ощущения Юлии, говоря ей одно, ты же сильная, ты справишься. И Юля все глубже загоняла в себя свои переживания. К счастью, весной 2019 года Юля нашла группу поддержки для вдов фонда, словом и делом, стала читать отзывы в интернете, истории других женщин. Долго не решалась позвонить, но от подавленного горя и невысказанных эмоций она перестала спать, у нее начались проблемы со здоровьем, обострился давно забытый псориаз. И тогда она позвонила. В сентябре Юля стала ходить в группу поддержки в фонде, работать с психологом индивидуально. Впервые она смогла плакать, проживать свою потерю, свое горе. А еще через два месяца у нее прошел псориаз. Сейчас семья Юлии получает в фонде поддержку и внимание, ходит с детьми на семейные мероприятия. Она подружилась с девушками из группы, и теперь ей есть с кем поговорить, не боясь услышать, ты же сильная, ты справишься. Даже сильным людям нужна поддержка при потере любимого человека. Даже сильным женщинам нужно иметь возможность плакать и проживать свое горе, а не справляться. Те, кто не сталкивался с трагедией, увы, не понимают, что делают только хуже своими советами. Сейчас Юлия мечтает о швейной машинке с системой оверлок, тогда она сможет шить не только постельное белье, но и одежду, больше зарабатывать и поднимать трех детей. Ведь она действительно сильная. И точно справится. И очень часто в семьях, потерявших кормильца, именно женщины ко всему прочему вынуждены возлагать на себя обязанности отца. Им нужно зарабатывать деньги, заботиться о детях. А параллельно, переживать свое горе, сталкиваясь с тяжелыми психологическими проблемами. При этом дети оказываются в социальной изоляции, они ведь тоже страдают от потери самого близкого человека. Но справиться с этой болью им, по сути, никто не помогает. В России сейчас практически нет организаций, которые поддерживают вдов и их детей. Такой организацией стал фонд «Словом и делом». В Петербурге семьям, потерявшим кормильца, очно помогают психологи, юристы-специалист по социальной работе. Для них проводят группы поддержки, организовывают досуг, раздают продукты, одежду и обувь. В других городах специалисты фонда работают онлайн. А с августа начнет работу и проект помощи детям, потерявшим кормильца. На все эти проекты каждый месяц фонд тратит 84 140 рублей. Эта сумма включает в себя зарплаты психологов, социального работника, юриста и специалиста, который координирует все процессы. Сейчас фонд «Словом и делом» собирает 336 560 рублей, чтобы проект помощи работал в течение четырех месяцев. Поддержку получат около 100 семей, прямо сейчас переживающих трагедию, потерю близкого человека. Многие считают, что здоровье и трудоспособная женщина, только что похоронившая мужа, должна справляться со всеми проблемами сама. Но, конечно, это не так. В тяжелой, кризисной ситуации и маме, ее детям срочно нужна помощь. Подобные трагедии происходят рядом с нами, они могут случиться с кем-то из наших близких, с нашими соседями или с теми, кого мы вообще не знаем. Давайте поддержим семьи, прямо сейчас переживающих горе. Одним им не справиться. В галерее смотри на российских звезд, которые пережили семейную трагедию, но не сломились, а еще голосуй за блогеров, которые в 2020 году сделали больше всего добрых дел.